Специально ко всебирному мобильному конгрессу открыта новая ветка метро, соединяющая аэропорт и главную арену Фира Гранвия. Включили и все фонтаны в городе, хотя вечером температура воздуха около 6 градусов. Обычно их запускают только с 30 апреля. Самым популярным транспортом во время выставки считается такси. Их нескончаемый поток готовы в любой момент подхватить спикеров, журналистов и посетителей конгресса. Коренной житель Барселоны с русским именем Иван работает без выходных. В свое время жил и учился в Москве, сейчас представляет белорусскую и украинскую авиакомпании на родине. Также и профессиональный переводчик. В рамках Всемирного мобильного конгресса это две востребованные профессии. В Барселоне есть какая-то магия. То, что делается в Барселоне, всегда имеет большую долю успеха потом. И так и было, так и есть, и говорят, так и будет. Хотя в этом году, поскольку у нас была завостовка в городском транспорте, говорят организаторы, что, может быть, хотят поменять и хотят довезти до Мадрида. Но это будет маловероятно. Все, кто в пиджаках и с бейджами, как правило, приходят сюда с утра. Все те же дипломаты вечером. Благодаря им заполнены рестораны и кафе города. В зимний период повышаются цены на номерах в отелях. Больше всех везет, конечно, таксистам. Вот такие очереди выстраиваются и утром, и вечером. Нескончаемый поток людей, журналисты, спикеры, обычные посетители. Только в одном холле номер три, это огромнейший бокс, мы намотали за день около пяти километров. Более десяти километров только по выставочному павильону мы прошли за вторник, показывает приложение Шагомер. Бренды и начинающие марки бились за посетителей и пользовались запрещенными приемами. Так компания ОПА предлагала сфотографироваться сразу на сто фотоаппаратов одновременно. Компания Intel беспокоится за экстремалов. Они сделали специальный датчик для спортинвентаря. Прикрепив его, можно следить за скоростью и видеть все неисправности в работе механизмов. Мы прикрепляем этот датчик на руле под сиденье велосипеда. Все свои движения вы сможете увидеть в 3D, допустим, на экране смартфона или планшета, а также проанализировать, насколько красиво и правильно вы выполняете свои трюки. Крупнейшие сотовые операторы, эскатели Ком и Эриксон в этом году начнут тестировать оборудование, которое позволит добиться суперскоростей. А недавно достигнуты рекордные показатели — 20 гигабит в секунду. В конце апреля в Минске стартует выставка ТИБА. Ее организаторы тоже хотят удивить. Мы приняли стратегию развития информатизации 16-22 в нашей стране. И все вот эти задачи в рамках целевой программы по ее реализации будут решаться с учетом опыта, который мы будем принимать в том числе и на этой выставке. На третий день выставки мы прошли 5 километров только за первые 2 часа. МВЦ — это не только гаджеты, но и огромный пресс-центр, зоны отдыха. Порой переговоры проходят прямо в шаттле, который бесплатно организован для участников Конгресса. Уже подсчитали, чтобы увидеть все стенды, человеку понадобится около двух недель. Но наш шагомер под конец выставки показал, что в общей сложности мы прошли за 3 дня порядка 50 километров. Дмитрий Титов, Виталий Дишкевич, агентствователь новостей, Барселона, Испания.